Не все герои носят плащи, а некоторые из них – пушистый мех. Жамал и Царь – так зовут котов, которые совсем недавно стали почетными донорами для 13-летнего котика с запущенной раной. По словам ветеринаров, потребность в экстренном переливании крови возникает довольно часто. Поступают пациенты с тяжелой анемией, которая произошла по той или иной причине, которым требуется переливание крови. Это и травмы какие-то, это инфекционные некоторые заболевания, кровепаразитарные заболевания. В такие моменты дорога каждая минута. И когда дело касается жизни, порода не играет роли. Врачи уверяют, брать кровь у животных не вредно, а сама процедура даже считается полезной. Ведь кровь у доноров обновляется быстрее. Но единственная рекомендация – не чаще одного раза в полтора-два месяца. В клинике обращаются, потому что знают, что у нас есть здоровые животные, которые у нас уже длительный период находятся. У нас есть собаки, которые уже несколько лет кровь сдают довольно регулярно, в год-два-три раза. И в принципе никаких отклонений от их здорового состояния, существования мы не наблюдаем. То есть все у них хорошо. Донором может стать абсолютно любой питомец. Требования простые. Хорошее здоровье, наличие прививок и определенный вес и возраст. Салют. Сильный, щедоумеренный, потому что эта собака является колесом упряжки. А это салют. И он уже тоже почетный донор. В форме, как видите, бодрый, веселый. А сколько собак он спас, я затрудняюсь ответить. Это что-то много уже. Почему салютик? Потому что он дружелюбный, он сильный, он крепкий, он здоровый, он привитый, прогрестогоненный. Регулярно все это с ним делается. Почему? Потому что, опять же, ездит на соревнования, ездит на выставки. Там все это проверяется. Он всегда готов к труду и обороне. Ситуации, когда экстренно может потребоваться переливание крови, случаются довольно часто. И эти маленькие герои всегда готовы прийти на помощь. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком.